АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Давай для эксперимента попробуй, еще на единичку подними. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь, пожалуйста, микстуру на втором мануале попробуй на одно деленица поднять. Чуть-чуть ее высветить. Нет, бери в ноль. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здесь мы показали то, что было до возникновения официальной медицины в России. Только с воцарением Петра он задумал о том, что это было до возникновения официальной медицины в России. о том, что у нас отечественная медицина. Нет музея анатомических вещей. Петр увидел, он говорит, продай мне его. Тот говорит, нет, это национальное достояние, я никак не могу. Это действительно, ну, очень раритетнейшие документы. И Марина Борисовна, мы продолжим. Это уже середина 19-го, здесь уже и отечественные. А уже в Питере тогда заботу построили, да? Еще мастерские. Мы строили инструменты, потому что надо оставаться. Конечно, величайший керминицист, да, и 19-го века, и 18-го работали у нас. Книга с пулей, пожалуйста. Единственная, наверное, как нам сказали в стране, это подарили главному хирургу. И преподавала в Первом мире латынь всю жизнь. Она передала нам не только его личные вещи, то и поэтому подлинник, ну, если, да, выстроили, ну, не могли уже не выстроить, 1872-й год, это история поведения мальчик, динозаврение. Спасибо огромное. Основной элемент в постах индустрии, проверьте лабораторно-социалистическому муру. И нечто она нравится, что мне много отрежешься в устойчивости, а также совпадение гражданой, в статусе, и в росте, 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 и в росте. У нас запланировано пять докладов с вами, и еще там ряд текущих вопросов, которые мы с вами должны обсудить. История главного госпиталя страны начинается в 1706 году, указа Петра I о строительстве первого российского лечебного учреждения. 21 ноября 1707 года открылась первая в России госпитальная школа для подготовки врачей. Первые ее выпускники были дипломированные врачи и были направлены в армию и на флот. На сегодняшний день госпиталь Бурденко – это довольно мощное лечебное учреждение. В нем работают два члена корреспондента РАН, 100 заслуженных врачей и работников здравоохранения Российской Федерации, 56 докторов, 218 кандидатов медицинских наук, 23 профессора и 18 доцентов. Основные направления, о которых бы хотелось остановиться, – это медицинные экстремальных ситуации, локальных военных конфликтов и оказание высокотехнологичной медицинской помощи. По результатам анализа вооруженных конфликтов на Северном Кавказе возросла частота механических травм, термических и комбинированных поражений в общей структуре повреждений, а также увеличилось число раненых, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Огнестрельные ранения имеют ряд важных особенностей. С помощью современной регистрационной аппаратуры удалось расшифровать повреждающие действия на ткани ранящим снарядом. Отчетливым трендом современного оружия стала направленность его поражающих факторов не столько на летальный характер поражения живой силы и разрушения объектов инфраструктуры, сколько на формирование максимального количества санитарных потерь, требующих как можно больших затрат для последующей эвакуации, лечения и восстановления раненых при минимальном разрушении зданий и сооружений. Боевые травмы черепа и головного мозга делятся на открытые и закрытые с использованием всех традиционных классификационных принципов деления этого вида повреждения. Их частота остается без существенной динамики в последние годы. Если говорить об осколочных ранениях, то целесообразно упомянуть, что раненые снаряды при взрывах осколочных боеприпасов обладает значительно меньше энергии, не вызывая сформирования временной пульсирующей полости. Процентное соотношение осколочных ранений в период последних локальных конфликтах несколько возросло и достигло 65. Структуры терапевтической заболеваемости и болезни органов дыхания ежегодно занимают лидирующие позиции. Это ни много ни мало, порядка 60%. При этом особую актуальность, конечно же, вызывают пациенты с небольничной пневмонией. По одной простой причине – высокая заболеваемость, в том числе случаи тяжелого течения заболевания, ну и нередкие случаи фатального исхода. Изучены факторы риска заболеваемости острыми респираторными инфекциями, небольничной пневмонии у военнослужащих и разработаны, в том числе, действенные меры профилактики. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Насколько я понял из доклада Давыдова, основные публикации у вас идут в системе Российского индекса научного цитирования. Он учитывается и в Скопсе, и в Эбом Сайне. К главному редактору можете обращаться, мы вам окажем помощь. Прогресс-то в науке, в том числе и здравоохранения, будет как раз на стыке. Вы как-то взаимодействуете? С Институтом биохимии, с Академиком Кашкиным, с Институтом эпидемиологии Минздрава России, диагностический блок, который во многом определяет, в том числе и в последующем, тактику лечения наших пациентов. В любительских началах сегодня науку не построишь. И то, что ребята наряду с практическим здравоохранением, понятно, что направление доклада было, здесь практического здравоохранения видно же это все. И кое-каке проблескивали связи с наукой, в том числе с академической, а все остальное из практического здравоохранения. Министерство обороны, обратите внимание на то, чтобы фундаментальная наука развивалась здесь должным образом. Сан Саныч Потапов. Журнал «Вопросы на хирургии» имени Бурденко. Он одновременно переводится на английский язык и имеется в свободном онлайн-доступе на английском языке. И он входит в состав, в систему, в базу Скопоса. Все публикации наших военных коллег в нашем журнале касательно этой тематики, они автоматически попадают в международную базу данных. Слово академику Багненко Сергею Федоровичу, который в предыдущей жизни был на боевом фронте, что называется, в институте Джанилица. Если военная медицина все время интегрирует в себя все самые новые лечебные разработки, которые, как правило, появляются в узконаправленных научных центрах, то организационные технологии, как правило, гражданское здравоохранение, интегрирует из военной медицины и эффективно использует ресурсы. То, что продемонстрировал начальник госпиталя в своем докладе, это действительно самые современные подходы. Я хирург, вы знаете, поэтому я, в общем-то, отслеживал хирургические позиции госпиталя. Мне понравилось то, что хай-тек технологии, которые сейчас активно развиваются в гражданской медицине, они у вас достаточно хорошо и широко внедрены. Я полагаю, что в постановляющей части должна быть обязательно акцентировано внимание на работу в военной медицине в фундаментальном плане. Я хочу поддержать ту мысль, о которой уже высказывал, и в решении запишу, что обратитесь к министру обороны в создании на базе госпиталя Емель-Бурденко научного подразделения. Спасибо. Уважаемые коллеги, позвольте мне от имени президиума прежде всего поблагодарить Владимира Ивановича, отделения медицинских наук, за то, что сегодняшний вопрос фундаментальной науки военной медицины был поднят на заседание бюро отделения. Безусловно, здесь много сделано в аспекте внедрения медицинских технологий в клиническую военную практику, но в то же время обращает внимание, что потенциал фундаментальной медицинской науки используется не в полной мере. Выразить полную поддержку президиума этого направления и порекомендовать как можно скорее активнее с нами работать в аспекте развития именно фундаментальной составляющей военно-полевой хирургии и военной науки в целом. Спасибо. Евгений Иванович, вам еще отдельное спасибо коллективу-госпиталю. И вы сейчас хотите орган... ...возможность услышать орган главного госпиталя в одном из лучших акустических залов Москвы. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Продолжение следует...